Каждую среду в студии телеканала Самара Гидс мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам Губернской думы обозначил приоритетные направления работы правительства Самарской области в развитии региона. Какие первостепенные задачи предстоит решать жителям губернии? В нашей студии Виктор Полянский, профессор заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета, член общественной палаты Самарской области и Алексей Транцев, руководитель межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр». Мы работаем в прямом эфире и вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Виктор Владимирович, Алексей Сергеевич, добрый вечер и я рад вас видеть. Добрый вечер. Итак, вчера губернатор Самарской области в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы обозначил приоритетное развитие. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, как это было, а затем мы обсудим в режиме свободного общения мнение каждый сможет высказать. Итак, давайте посмотрим. Свою приветственную речь Дмитрий Азаров начинает с благодарности медикам, работающим на передовой. Коррективы пандемии внесла не только в жизненный уклад врачей и жителей региона, но и частично сказалась на экономическом развитии области. Сейчас губерния постепенно выходит из прошлогоднего кризиса и укрепляет позиции. В регионе уже подготовлена пилотная программа комплексной модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Она необходима для решения существующих проблем, оказания первичной медицинской помощи. Уже в ближайшие три года на ее финансирование планируют выделить 7,5 миллиардов рублей. Программа включает в себя строительство, реконструкцию медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка, укомплектование кадрами. В ближайшие два года запланировано строительство поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары и реконструкцию поликлиники Нефтегорской ЦРБ. Приблизительно по такой же схеме планируют работать лечебные учреждения в Волжском районе и Кенеле. Их строительство начнется уже в этом году. И, безусловно, приятным долгожданным бонусом стала особенная, важная и своевременная мера поддержки для медиков и работников образования, компенсация расходов по процентной ставке и потечного кредитования. Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Коллеги, для решения проблемы предлагаю предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников. Связующим звеном в цепочке важных для Самарской области моментов стало и развитие туристического кластера региона. По предложению губернатора, оборот от регионального туризма в ближайшие три года должен достичь 20 миллиардов рублей. А центром притяжения туристов со всей России необходимо сделать Ширяево. Что же касается столицы региона Самары, глобальные изменения ждут городскую набережную. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады, соединяющей старую и новую набережные от Вилоновского спуска до Маяковского. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывные в Самаре. Обратился губернатор и к выпускникам школ Самарской области. В этом году их ждет приятный сюрприз. В целях стимулирования, подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в ВУЗы и СУЗы Самарской области. Особое внимание будет уделено модернизации и ремонту дорог. На эти цели в регион направят 5 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов освоят на территории столицы региона. Кроме того, к концу десятилетия Самарская область должна выйти на новый уровень строительства, ежегодно наращивая объемы по увеличению квадратных метров, не менее 3 миллионов в год. Здесь особенно важно обратить внимание на исторический центр города, отметил губернатор, и сохранить его составляющую. Внимание должно быть уделено историческому центру Самары. Елена Владимировна Лапушкина, я надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием нашей губернии, всей губернии. К 2024 году в регионе из ветхого и аварийного жилья планируют переселить почти 20 тысяч человек. Также на 2021 год запланированы субсидии в размере 1 миллиард рублей для ремонта внутриквартальных территорий и проездов к домам. Помимо этого, в губернии планируют открыть еще три центра «Мой бизнес» и вплотную заняться экологическими проектами. Сразу в восьми районах Самарской области в рамках государственной программы восстановления Волжского бассейна будут открыты очистные сооружения. Их ввод в эксплуатацию позволит исключить сбросу в Волгу почти 19 миллионов тонн отходов и капитально очистить реку от загрязнений. Итак, уважаемые гости, вот очень кратко на самом деле, это было, скажем так, тезисно, конспективно. А что бы вы отметили в послании губернатора? Давайте с вас начнем, наверное. Хорошо, спасибо. Я бы сказал, что послание в целом имеет социальную ориентированность. Весь каркас построения идей, которые связаны с оценкой прошлого, современного, настоящего и перспектив в будущем, это вот такой термин использовал губернатор, по сути дела, человекоцентричность. Все, что делается в области, как части нашей огромной страны, это делается ради человека. То есть вот это старый тезис, все во имя человека, все для блага человека. И в социальном государстве, и в государстве, которое заявило себя в качестве правового государства, с огромным перечнем прав и свобод, по-другому и не может быть. Другое дело, практика бывает, реализует эти идеи конституционные не так, как бы хотелось и нужное. Но понимание, и политическое, прежде всего, понимание и подход к обеспечению интересов человека, это чувствуется во всем докладе. И вот с моей точки зрения, это главная ценность этого доклада. И для тех, кому он, этот доклад, обращен, а это ведь не просто граждан, вот послушайте меня, но это, по сути дела, программа действий правительства Самарской области и тех работников в сфере управления, которые несут ответственность за соответствующую сферу. Это касается и местного самоправления. Кто-то, может быть, скажет, ну, местное самоправление, оно самостоятельно прочее. Но современное понимание местного самоправления как элемента единой системы публичной власти обязывает муниципалитеты слушать и работать в направлениях во всех тех, которые указаны были в этом послании. Это, с моей точки, обязательно. И не случайно, когда говорилось в послании о необходимости действовать в сфере экономики, инвестирования, развития и так далее. Все это делается не в качестве самоцели, а именно для того, чтобы улучшить и повысить уровень и качество жизни человека. Вот это вот главный элемент, ядро всего послания в разных направлениях, в разных форматах. Но это связано с тем, то, что вот говорили там даже туристические кластеры, развивать и прочее, это тоже ради человека. Ведь если наша область будет привлекательна в этом отношении, значит, будут инвестиции точечные. То есть каждым человеком, кто к нам приедет, будет интересоваться, он же будет поддерживать нашу экономику. Не случайно зарубежные государства борются за туристические потоки, и даже в условиях пандемии, бывает, рискуют здоровьем других людей, которые к ним приезжают, но они все равно пытаются привлечь к себе туристов. Тем более у нас возможности в этом плане ограничены. Прошел, нас знают, у нас Волга, возможности на самом деле потрясающие. Да, возможности очень широкие. А уж если говорить, вот там, например, сделать село Ширяево центром туристического развития, конечно, далеко. А я сразу понимаю так, что предполагается развитие транспортной инфраструктуры, речной инфраструктуры. То есть это цель главная, а ради цели будут выстраивать соответствующие задачи и развитие речного транспорта, что очень важно. А я знаю, и жители города, взрослые дети и вместе с детьми семьями с удовольствием ходят по воде, потому что вода для самарчан – это… Это жизнь. Это жизнь, да, это радость определенная. Это традиции с давних пор, и не только что потому, мол, Волга кормила в свое время, но Волга сейчас дает возможность отдохнуть от вот этой суеты городской жизни. И поэтому вот в этом плане стоят большие задачи. Но они все связаны, опять же, с социальными аспектами жизни наших людей. Вот это очень важно. Там много о чем можно еще говорить, и я даже вот через призму личного интереса обычного гражданина, жителя своего дома и своего двора, как говорится, рассматривал некоторые положения послания. Ну-ка какие? И если спросите, то скажем. Да, вот просто интересно, личный интерес. Ну, например, субсидирование развития внутридомовых дворовых территорий и транспортных составляющих, муниципальных дорог там, да, в городе. Там большие деньги выделяются? Там выделяются приличные деньги, и я, как житель города, на них тоже рассчитываю. Вот в прошлом году, например, встречались жители моего двора, и я в том числе с главой администрации Октябрьского района, с Александром Кузнецовым. Там ставился вопрос о том, что к нашему дому нужно ремонтировать подъезд так, чтобы транспорт... Дорогу имеется в виду, да? Дорога, да, именно к дому, она уже близка к дому. Серьезные проблемы несколько лет. Нам было обещано, даже прислали письмо, что в 2021 году мы будем, значит, участвовать, ну, наверное, и сам дом ТСН, и плюс муниципалитет. И вот деньги, которые выделяются областью, они рассчитаны и на нас, на жителей моего дома, и мои личные интересы должны удовлетворяться за счет этих денег. То есть вы там видите толику ваших денег, скажем так, которые для вашего дома? Определенную, конечно. А область будет контролировать, и когда послание губернатора... И вы, кстати, можете контролировать. Естественно, мы будем контролировать, но ведь, опять же, говорю, что местное суммоправление, оно в специфических условиях, оно у нас бедновато, прям скажем, когда мы претензии предъявляем, мы ведь иногда не соизмеряем возможности реальные, которые есть у власти, которые распоряжаются этими возможностями. Но, с другой стороны, послание конкретно с цифрами указывает, какие перспективы у муниципалитетов для того, чтобы создавать лучшие условия для жизни людей. А это и более конкретная основа для контроля за властью как таковой. Это вот только лишь небольшая часть. И вот этот принцип человекоцентричности политической жизни нашей, и в том числе управления со стороны области, со стороны муниципалитетов, это несущая конструкция всего посланий, с моей точки зрения. Я, кстати, знаете, сейчас что вспомнил? Когда-то в свое время нашу великого писателя Александра Солженицына спросили, чтобы вы сделали национальной идеей, о чем сейчас нужно думать. И он сказал, забота о человеке, сбережение человека. Вот это, наверное, действительно самое важное. Вы знаете, этой проблемой занимались очень многие, и проблема эта становилась элементом спекуляций самых разных направлений, поэтому важно не как кто сказал, а как что сделал. Вот, например, я приведу пример сейчас из этого послания губернатора. Вопрос о 10 тысячах выпускникам, которые поступят в вузы и СУЗы Самарской области. Я вот, кстати, ждал, вы как работник высшей школы, вам-то это вот прям, ну, бандам на душу. Опять вот правильно, я воспринимаю через призму личного интереса, а поверьте, ничего не делается помимо интереса. Как классики говорили, мир им правит интересы. И я тоже через призму личного интереса. Я хорошо знаю, как складывается ситуация с набором студентов в вузах периферийных, так скажем, что ли, территорий. Самарская область по отношению к Москве, Петербургу, периферия тоже, да? И как трудно бывает удержать здесь лучших наших школьников, выпускников школ. Они ведь очень многие едут в центр. А почему? А потому что там большое, очень большое количество бюджетных мест на те профессии, которые и у нас можно получить, и не худшего качества. На самом деле это причина, то есть... Одна из причин, что там можно бесплатно обучаться... На бюджете. На бюджете. У нас же таких возможностей нет. Вот возьмем, говорят там, юриспруденция, слишком много юристов. Это, извините... Это миф. Это миф. Я согласен. На самом деле, хороших юристов очень мало. Поэтому... И на душу населения у нас юристов не так много, да? И даже если считать на душу населения. Но суть-то в чем? Вот у нас такое количество было, особенно в прежние годы, до последних нескольких лет там, да? У нас мало было бюджетных мест. Такая была, ну, идеология, что, ну, раз идут, значит, заплатят. Но с другой стороны, тогда, когда в семье не хватает материальных ресурсов финансовых, а ребенок имеет по 300 баллов, он, конечно, поедет в Москву. И он там придаст. И, естественно, он захочет. Но есть и такие факты были, когда подают заявление к нам в Московский Ломоносовский университет, финансовый, значит, университет при правительстве и в Казанске, и в Петербургске. Был там период, когда много можно было подавать, по-моему, до пяти. Так вот, у нас нельзя поступить нашему самарскому жителю области, потому что мест не хватает бюджетных совсем. А в Москву можно. И в Казань можно, потому что у них особые условия. Вот область наша эту проблему пытается и достаточно успешно компенсировать за счет ресурсов области. Но, в частности, не только эти 10 тысяч, которые отчасти будут стимулировать наших школьников, потому что это не столько важны деньги, как знак внимания, что мы ценим, что мы хотим, чтобы вы остались, чтобы жили здесь, профессионально помогали области создавать лучшие условия для жизни и родителей и так далее. И плюс еще у нас в области есть такая практика, губернатор ее поддерживает. Я надеюсь, что и в этом году будут выделены, так же, как и другим вузам, в нашем университете бюджетные места из областного бюджета финансируемые. То есть учиться будут студенты за счет области еще. Не только... Вот мы федеральный вуз, но у нас есть там бюджетные места, их бывает и много по некоторым направлениям, но не хватает на некоторые специальности. И область помогает. Вот в совокупности такое внимание, оно как раз даст, ну, я люблю использовать... Оно приятно и полезно. Да, такой комплексный эффект как таковой. Да, это очень важно. Алексей Сергеевич, вот ваше мнение, вы бы что выделили? Мне понравилось, что Азаров сделал ставку на сильную сторону себя, как человека и губернатора, и своей команды. Все-таки ковид еще никуда от нас не делся. Да он с вами будет. Экономика переживает кризис, международные отношения тоже переживают кризис, и это сказывается на уровне жизни населения, а уж регионов-то в особенности. Понятно, что здесь любой человек, возглавляющий регион, должен быть очень озабочен тем, чтобы как можно быстрее и качественнее повысить уровень жизни населения. И та сильная сторона, о которой я говорю, это возможность договариваться, возможность быть медиатором. У Дмитрия Игоревича это очень хорошо получается. Между людьми и чиновниками, между федеральным бюджетом и самарскими предпринимателями. Объединять интересы и усилия для достижения цели региона. Мы это видим по ряду глобальных проектов, уже в регионе реализованных. И мы это видим по тем суммам денег, которые мы получаем из федерального бюджета. Не секрет, что нынешняя государственная структура такова, что если регион хочет дополнительных ресурсов, он должен участвовать в проектах. Проектный подход. Да, совместная деятельность должна быть. Абсолютно. И здесь, в зависимости от того, как будут работать чиновники высшего уровня, зависит уровень жизни нас всех. Мы видим, как FIFA сильно изменила Самару и Самарскую область. Этого могло бы не быть. Я очень надеюсь, что нас с вами в ближайшие 5-10 лет ждет множество похожих событий, которые смогут улучшить облик нашего региона. Ну и здесь, надеюсь, у Дмитрия Игоревича все получится, а наша задача будет ему помочь. Кстати, знаете, я вот на что обратил внимание. Сокращен государственный долг региона. Вот это очень важный момент на самом деле. А это что позволяет? Это позволяет иметь преференции при получении инфраструктурных бюджетных кредитов. То есть это позволяет губернию строить. То есть, несмотря на все сложные времена, которые мы будем откровенны, мы сейчас все переживаем и проходим долг, то без чего, собственно, не живет при этом никто, ни одна страна, и, наверное, ни один регион. Если взять Соединенные Штаты Америки, там десятки триллионов долг составляют. Да, то есть они, если попробуют расплатиться, то, наверное, страны-то не хватит. И здесь у нас, вот в этой ситуации, долг снижается, соответственно, есть возможность привлекать федеральные деньги. И я, знаете, еще бы на что обратил внимание, набережные реки Волги. Вот если говорить о Самаре как в туристическом центре, набережные реки Волги станут непрерывной. Вот как ваше впечатление? То есть мы получим единую набережную, так называемые старые и новые набережные будут соединены. Слушайте, но Самарская набережная – это уже точка притяжения в нашем городе, в регионе? Лучшая, лучшая в Поволжье набережная. И это признают все те, кто у нас бывает из других областей, там, республик, это точно. Да и, в принципе, одна из красивейших набережных в России. К нам в прошлом месяце приезжали ребята-стажеры, активисты инклюзивного движения из 17 регионов России. Вот, и знаете, сколько положительных отзывов мы бы получили о нашем городе, как у нас чисто, красиво, какая набережная, какой замечательный пивзавод, и как пройти по всей набережной от начала и до конца. Так что в жилу инициатива интересная будет, как реализована. Причем, извините, я продолжу. Мы проводили международные конференции, к нам приезжали гости из Китая, Италии, там, других государств. И одним из самых, может быть, главных элементов развлечения там, да, для них, это было путешествие вот по набережной. И если с экскурсоводом, тем более, там же много вещей, которые имеют историческое значение. Это очень хорошо и частный вопрос, вот, да, объединить две части набережной. Но он будет содействовать вот синергетически, достижение главной цели, опять же, украшение города, создание условий для развлечения и отдыха наших граждан. И плюс для тех, кто приезжает, а приходит по Волге, например. Это, в общем-то, очень важная инициатива. Она потребует денег, но я уверен, что будет все сделано. Самое главное, что есть куда вкладывать, потому что Самарская область красивейший регион. Мы можем быть одним из ведущих туристических кластеров вообще в России. И очень много об этом говорилось за последние 15-20 лет. Сейчас в послании этому было уделено внимание, опять же, идет проектный подход. Есть конкретный план по работе с Самарой, по работе с Ширяево, по работе с другими регионами. Полагаю, нам нужно встраиваться. Тем более, что губернатор вроде бы ни о чем не забыл. Даже медицинский туризм упомянул. Кстати, важная тема, да. Я эту тему тестировал весь прошлый год и продолжаем. И сейчас ребята с инвалидностью со всей страны приезжают к нам в Самарскую область для работы эко-волонтерами, для туристических выездов по нашим красивейшим и уникальным местам. Самарская лука, Бузулукский бор, Рачейка, сам город Самара. Ребята приезжают, потом или остаются здесь, или приезжают на следующий год. Если делать эту тему федеральной, то мы действительно станем точкой притяжения для таких секторов, как люди с инвалидностью, волонтеры, социальные работники. Кстати, важный момент – это вообще развитие системы услуг здравоохранения, потому что на это было обращено отдельное внимание. Особенно вот сейчас, когда мы переоценили, может быть, заново увидели, насколько важна качественная работа системы здравоохранения. Это важнейшая история. И, кстати, в послании отмечена высокая технологизация процесса оказания медицинских услуг и помощи в плане оздоровления – это одно из условий привлекательности, в том числе медицинского туризма, потому что деньги же нужно вкладывать, и они запланированы. И то, что сделано, и то, что планируется в этом направлении. Я думаю, что это, опять же, социальный же аспект послания. Вот если будут действовать в этом направлении, это очень правильное направление. Оно полезно будет и гражданам, жителям Самарской области, и других субъектов, которые не только рядом, но и могут там из Сибири, из других регионов приезжать. Но это вложение денег. И, возможно, все-таки государственно-частное партнерство в этом направлении тоже. Это было бы тоже замечательно. Потому что в условиях, когда нас давят со всех сторон и из-за рубежа, с ангстями и прочее, там вкладывать деньги опасно даже. Поэтому наши бизнесмены должны подумать бы и над тем, чтобы использовать ресурс для получения прибыли, добросовестно вложиться и получать здесь, развивать нашу инфраструктуру, медицинскую, туристическую, какую угодно. И это бы в целом укрепляло позиции России в геополитическом плане даже. Здесь, кстати, важный момент. Ведь у нас еще было отмечено, мы получили в прошлом году рекордный урожай. Рекордный урожай. То есть сельское хозяйство, то, чем когда-то славилась Самарская губерния, то есть здесь же была крупнейшая биржа зерна. И мы, если я не ошибаюсь, мы получили валютные выручки 384 миллиона долларов. Так, на секундочку. Просто за счет того, что продали то, что здесь выросло, и получили за это валюту. Вот это важнейший, кстати. И это доходы от них же, налоги и все прочее идет в наш областной бюджет тоже. И отчисления там через федерацию все равно. Это деньги, которые укрепляют экономическую основу жизни нашего города, там Самары, Тольятти и всех других наших поселений. Но в послании, между прочим, тоже уделяется серьезное внимание. Там не только дается положительная оценка достижения, но и программируется дальнейшее развитие этого направления по финансированию, поддержке развития сельского хозяйства. И с этой точки зрения, опять же, это усиление социальной защищенности жителей Самарской области через развитие сельского хозяйства. Это сохранение и развитие рабочих мест. И, конечно, не только в сельском хозяйстве. И в нашем этом послании есть указание на необходимость развития в этом отношении промышленности, других ресурсов, где бы люди наши могли приложить свои силы. И я считаю, что правительство здесь, Самарской области, сделал очень многое в прошлом году, когда пандемия повлекла за собой значительную безработицу. Но у нас не было социальной такой напряженности. Сумели мобилизовать ресурсы, оказать поддержку людям. Конечно, тут не все так просто, как, может быть, кажется. Потому что только деньгами создавать условия для жизни, и чтобы не было работы, это неверно. Надо рабочими местами создавать. Это очень важно. И поэтому я бы обратил внимание, что там говорится в этом послании о необходимости быть ответственным всеми, всем участникам и экономической, и социальной, и политической жизни. И только в этих условиях мы можем рассчитывать на общий успех. Если мы сами не будем заботиться о том, чтобы каждый рубль был эффективно использован, то рассчитывать мало на что мы можем. И не только в этом. Ответственность, она в самом широком смысле должна быть. Вот, например, мы, горожане, сетуем, что вот тут вот не убрали. Почему не убирают? Почему не убирают? А вы посмотрите, что, кто мусорит? Разве чиновники ходят по городу и разбрасывают мусор, например, да? Конечно, нет. А я вот лично впечатление имею такое, причем оно у меня постоянно подкрепляется фактом. Хожу мимо мусор, контейнеры и прочая площадка, да? Прекрасно убрано. Там одна и та же женщина. Я, кстати, не знаю, вот город учитывает эти обстоятельства, поощряет, нет ли? Там всегда чистота и порядок. Это утром вот, когда я иду, здороваюсь, там что-то перебросимся. Люди стараются. И в городе это объективный тоже факт. Вот раз мы говорим о Самаре, да? Объективный факт. Город стал краше, чище, лучше. Конечно, много проблем сохраняется. Вот когда ремонты идут, там, естественно, раскопано, не все убрано сразу, там, да? И дороги, и сейчас вот идет процесс, там, реставрации основных магистралей, реконструкции. Но посмотрите, сколько сделано все равно. И это за счет ответственности людей, которые старались, боролись за возможности создать условия для самих себя. Возьмите, например, Аврора. Вот помните, да? Я не устаю подчеркивать, что Елена Владимировна, Лапшутин, да? Она поддержала жителей. И посмотрите, там даже в этой части Аврора и какая-то там улица, где трамваи ходят. Аэродром. Аэродром, да. Про сквер, говорите. Да, про сквер. Это заслуга самих жителей. А ведь не просто было в главе администрации убедить всех, в том числе и добиться того, чтобы те, кто там хотел все-таки сохранить этот рынок, который, прямо скажем, не позволял людям там нормально жить, да? В целом, те, кто там постоянно живет. Она же все равно сделала то, что нужно для людей. И прекрасные условия. И не только это. И поэтому, объективно, если мы вместе будем работать с властью, то будем достигать того, чего хотим. Алексей Сергеевич, ваше мнение? Коллега так замечательно рассказывает, что грех препятствовать. Ну, дело говорится. Посмотрим, как удастся все эти начинания реализовать, потому что проблем, конечно, очень много. И хорошо, что в этом послании и во всех дальнейших мероприятиях просуждалось про то, как текущий период работы встраивается вообще в систему Азаровской команды. То есть мы смотрели, мы смотрели от 2017 года, мы смотрели в будущее, и тренды сохранились. Теперь вопрос, насколько у нас получится не только их удержать, как в прошлом году, но и выйти снова на максимально положительный уровень. По динамике экономики, социальной сферы, туризма, ну и, конечно, настроения и жизни жителей нашего любимого региона. — Осталась одна минута. Вот знаете, прям краткий вопрос. Было, Виктор Владимирович, если вот говорить о том, что вы сейчас обсуждали по поводу бизнеса, будут открываться новые центры «Мой бизнес». Сейчас их шесть, будут открыты еще три. И губернатор призвал предпринимателей подключаться к работе этих центров. Вот что нужно сделать для того, чтобы диалог бизнеса и власти состоялся? Прям 15 секунд. — Ну, с моей точки зрения, нужно все-таки настроение этого бизнеса работать на наше государство в целом, ну, я имею в виду на наш народ, на область в частности, и, естественно, поддержка со стороны властей федеральных и субъектовых. И прямо скажем, что без этого очень сложно будет обеспечить вот эту точку. Нужны гарантии для вложения денег. — К сожалению, время подошло к концу. Уважаемые гости, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, увидимся вновь. Напоминаю, в нашей студии были Виктор Полянский, профессор зав. кафедры Государственного административного управления Самарского университета, и Алексей Транцев, руководитель межрегиональной младежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр». До свидания. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова